Наталья Буканова живет в Листвянке в доме номер 10 на улице Советской с тремя детьми. Младшей дочке только 9 месяцев. Наталья является старшей по дому и уже давно бьет тревогу, обращаясь в администрацию Листвянского сельского поселения, для того, чтобы крышу дома, в котором она живет, отремонтировали. У дома нет управляющей компании, поскольку здание было признано аварийным. Расселить его обещают в 2023 году. Неоднократно я писала заявление в нашу администрацию. Мне в июне месяце пришел официальный ответ, что будет происходить ремонт крыши в июле 2020 года. Но этого не случилось. А 13 августа в нашей квартире, в месте, где постоянно подтекала вода, произошло небольшое обрушение. И это, конечно, меня напугало, потому что рядом стоит детская кроватка, стол, и в этой комнате проживают мои дети. После того, как в потолке образовалась дыра, вода с крыши стала беспрепятственно попадать в жилую комнату. Жильцы уверяют, что дыры по всей крыше появились очень давно. Кроме того, листы кровли вовсе съезжают. По мнению жильцов, они скоро могут упасть. Течь происходит в нескольких местах дома. Потолок входит в конструкцию крыши. То есть, грубо говоря, у нас его и нет. Там, получается, идут плиты по типу гипсокартона. На них лежит то ли там стекловолокно, то ли опилки. А дальше просто стоит вот этот вот шифер. То есть, как такового конструкции крыши входит и наш потолок. По словам Натальи, после обрушения она вновь обратилась в администрацию. Там ей пообещали, что крыша будет отремонтирована 17 августа. Однако ничего не изменилось. В администрации ситуацию прокомментировали следующим образом. По словам главы администрации, подрядчик для ремонта крыши найден. Однако никто не собирается ремонтировать Натальи потолок. У них непосредственно управление. Она старше по дому. То есть, она должна собрать деньги, если это общее, так скажем, в коридоре, и отремонтировать. Это текущий ремонт. А если у нее в квартире текущий ремонт, она обязана сделать. Два гвоздя она сможет прибить. Потолок-то у нее из-за протекшей крыши. Она-то в этом не виновата. А кто виноват? Наталья признается, что сама отремонтировать потолок не может. Она придумала другое решение проблемы. На данный момент я являюсь многодетной мамой, одинокой. И единственный, наверное, выход у меня – это искать съемное жилье. И пособие, которое платят на детей, мне придется потратить на то, чтобы снять квартиру. Так как в Листвянке это, правда, тяжело найти, но я постараюсь. Здесь в районе тысяч пяти квартиру можно найти. Наталья решила, что снимать квартиру будет до момента расселения. Также она планирует обратиться к юристу.